МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо в студии Лаура Иванова. Сегодня в программе. Новые обстоятельства в теме долгов за коммунальные услуги стали известны на совещании главы администрации города Игоря Щипелева с предпринимателями. Артему Пулагатыреву требуется помощь для лечения серьезного заболевания. Музыкальный фестиваль в школе номер 11. Новые обстоятельства в теме долгов за коммунальные услуги стали известны на совещании главы администрации города Игоря Щипелева с предпринимателями. Банк Донинвест прекратил работу, а платежи управляющих организаций проводились именно через эту финансовую структуру. В итоге несколько миллионов рублей до сих пор не поступили на счета поставщиков коммунальных ресурсов. И поступят ли? Новые обстоятельства в теме о долгах за оплату коммунальных услуг стали известны на совещании главы администрации города Игоря Щипелева с предпринимателями. Во время обсуждения вопроса о прекращении деятельности банка Донинвест в связи с отзывом лицензии, это произошло 9 октября, руководитель сообщил очень важную информацию. На привокзальной предоставить это помещение, там порядка 60 метров, ну сейчас они очень маленькое помещение напротив центрального рынка. Для того, чтобы увеличить поток людей, которые будут приходить, не вижу Ивана Михайловича. Не пришел? Не, извиняюсь, прибью за вашей информацией. На счетах банка, которые принадлежат управляющим компаниям и которые хотели бы оплатить с счетов банка, там порядка 8 миллионов рублей зависло. Это и наши деньги, да. Конечно, и поэтому сейчас теплоснабжающие организации и энергоснабжающие организации ждут этих денег. Платежки лежат неподтвержденные. К сожалению, вот такая сумма на счетах банка. Ну да, но мы их, к сожалению, ищем тоже, расторгнут с ними договор, но возы ныне там. Когда коммунальные платежи управляющих организаций поступят на счета поставщиков услуг? Директор компании и Дома управления Павел Ведяшко никаких вразумительных ответов от представителей банка не получил. 4 миллиона 600 тысяч. А что теперь будет? Ведь банк же, у него отозвана лицензия. Лицензия отозвана, активы у них-то есть какие-то? Подали в суд сейчас. На 13 или на 12 число по одному предприятию будет, потом по другому предприятию будет. А по первому там, я не знаю, там уже сейчас другой руководитель, когда там будет, я не знаю. В общем, по нашим, седьмом и восьмом будет в ноябре месяце суды. Буквально в сентябре месяце, в сентябре месяце, начали платежки наши не проводить. И поэтому мы быстренько ушли в банк Москвы. А до этого работали, и не было никаких с ними недоразумений. Платежи по тепловым сетям, платежи по водоканалу, платежи по электроэнергии, платежи по комбинату, по САХу. Так что по лифтам, в принципе, все средства, которые население оплатило ресурсникам, все они остались там. Поэтому у нас месяц, сентябрь, будем говорить, выпал. Когда пошли первые сбои, мы сразу оперативно реагировали. Что вы нас учите? Сами понимаем, сами знаем. Думаете, мы сидели специально, ждали, пока нас там, как говорится, обуют? По словам Павла Ведяшко, в ноябре должно состояться заседание арбитражного суда, после которого станет ясно, когда деньги будут возвращены. Сейчас счета компании и Домоуправления открыты в Банке Москвы. Еще одна управляющая организация, ЖКХА, абоненты которой оплачивали коммунальные услуги через Донинвест, от комментариев воздерживается. Частные лица, сумма вклада в которых не превышает 700 тысяч рублей, в ближайшее время получат страховое возмещение через Сбербанк. В случае, если не затянутся суды, можно надеяться на то, что через несколько месяцев, а может быть и лет, деньги, застрявшие в банке, будут возвращены управляющим организациям после распродажи имущества Донинвеста. Однако, новейшая история России таких примеров практически не знает, когда должники второй очереди, юридические лица, смогли вернуть все свои средства после банкротства какой бы то ни было финансовой структуры России. Остается надеяться, что именно в этом случае и именно в Азове долги будут выплачены. Поскольку вероятность этого невысока, думается, что управляющие организации и администрация города должны приложить максимум усилий, чтобы это произошло. Анастасия Дичко, Александр Истомин, Игорь Скуднов, Азов.Инфо В Управлении социальной защиты населения подвели итоги работы по оказанию помощи беженцам. Материал наших корреспондентов продолжит тему. Когда военные действия на юго-востоке Украины заставили людей покинуть свои города и села, они нашли приют на территории России. Азов тоже протянул руку помощи беженцам. Сотни прибывших в город Азов украинцев были обеспечены жильем, продуктами питания и получили консультативно-методическую помощь. Чтобы справиться с этой проблемой, была проделана огромная комплексная работа органами власти и жителями города, в том числе и сотрудниками Управления социальной защиты населения. Большое спасибо, конечно, всем, кто принял в этом участие, потому что без согласованной работы всех наших структур это было невозможно. И огромные силы в это вкладывало и Управление ГУЧС нашего города, и все заместители главы администрации, директора гостиниц, все предприниматели, которые помогали, и которых, может быть, и можно, и нельзя назвать, кто-то пожелал остаться неизвестным, и жители нашего города неравнодушные, небезразличные. Подготовка ребенка к школе событий не только радостная, но и весьма затратная. Прибывшим из Украины беженцам была оказана помощь. С этой целью, значит, Министерство труда и социального развития и совместно с Красным Крестом, с нашей помощью, обратившись, как бы, естественно, в территориальные органы социальной защиты, попросили организовать учет и выплату этой материальной помощи в размере 5000 рублей на одного ребенка из числа тех, которые поступали в учебное заведение города. В настоящее время проводится работа по выплате компенсации жителям Украины, которые проживали с 15 июля по 15 августа в частном секторе. Сумма компенсации составляет 100 рублей на человека в день. Город нам очень нравится. Здесь очень приветливые люди, хорошие, доброжелательные. Все принимают, помогают. Также хочу поблагодарить семью Кулижниковых. Это наши соседи, которые также нам помогали не единократно. Елена Шаповалова, бывшая жительница Луганской области, признается, что очень скучает по своему городу Красный Луч. Азов очень его напоминает, такой же маленький и компактный. Возможно, наш город станет для ее семьи постоянным местом жительства. Планы в дальнейшем, в принципе, планируем, возможно, даже остаться в этом городе, потому что здесь очень большие перспективы. Татьяна Ивашенко, Игорь Скуднов, Людмила Улихина, Азов.Инфо. Маленькому азовчанину Артему Плагатыреву требуется помощь на лечение. Месяц назад мы уже рассказывали о том, что у Артема серьезное заболевание. Для того, чтобы состояние ребенка улучшилось, необходимо пройти несколько курсов лечения в Москве. Семья Артема надеется на поддержку каждого из нас. Счастливая семья – это не огромный дом и дорогая машина, а радостный смех детей. Семья Сергея Плагатырева на протяжении двух с половиной лет мечтает услышать веселый смех сынишки Артемки и увидеть, как он играет на детской площадке с другими детьми. Пока это невозможно. Ребенок серьезно болен. На протяжении нескольких лет мы пытаемся вылечить ребенка. У нас есть небольшие результаты, но результаты есть. Мы обратились в московскую клинику и на протяжении лечения у нас появились результаты. Но на этом нам останавливаться нельзя. Такое заболевание, как у нашего ребенка, оно лечится не один день. С рождения Артема родители не теряют надежду увидеть сына здоровым. Для этого они и предпринимают все меры. Сейчас появилась возможность пройти обследование в Москве, которое стоит 70 тысяч рублей. Для семьи это неподъемная сумма. В последнее время стал обращать внимание на родителей. До этого курса лечения он никого не узнавал, он смотрел его в потолок. Сейчас, после некоторого ряда лечения, мы стали узнавать родителей, узнавать папу, узнавать младшего сына, улыбаться, пытаться с ним играть. Каждый из нас может внести посильный вклад, помочь семье Благатыревых и подарить шанс на выздоровление Артемки. А его смех станет наградой для всех, кто готов оказать помощь. Валентина Сыраж, Людмила Улихина, Азов.Инфо. И в заключении программы репортаж о музыкальном фестивале, который прошел в школе номер 11. Сегодня в преддверии Дня народного единства в школе номер 11 прошел красочный фестиваль «Мозаика культур». В течение нескольких недель шла подготовка к фестивалю. Ребята знакомились с культурой народов разных стран – Китая, Япония, Индия, Египта, Шотландия, Франция, США и, конечно, России. 4 ноября вся наша страна отмечает этот праздник, а мы решили в несколько этапов вспомнить об истории России, узнать, кто ее соседи. И вот всю нашу работу сегодня мы решили оценить и подвести итоги. Победители фестиваля «Мозаика культур» будут награждены на ежегодной линейке, которая состоится накануне Дня Конституции. И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Желаю вам хороших праздников. До свидания. 1 ноября ожидается облачная погода. Температура днем плюс 8, плюс 11, температура ночи плюс 2, плюс 4 градуса. Ветер северо-западный 4,6 метров в секунду. Влажность воздуха 79%. Уровень воды в реке Дон соответствует норме. Температура воды в реке плюс 10 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Гомофон в норме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова